Всем привет! Меня зовут Катя Бабаш, и это мой канал на YouTube и мой балкончик. Сегодняшнее видео будет о том, как же пользоваться поисковиками или по-другому агрегаторами по поиску авиабилета. Их на самом деле развилось сейчас очень много. У меня есть те, которыми я пользуюсь постоянно, и есть те, которые все равно стоят в моем телефоне как приложение на случай, если вот прям очень нужно найти классный билет, а все остальные почему-то не помогают. Так, не переключайтесь, сейчас будет видео о поисковиках. Когда лично меня спрашивают, где я ищу дешевые авиабилеты, я называю два сайта. Это Каяк и Киви. На самом деле, не могу сказать, что у них прям есть что-то такое экстраординарное. Каяк появился в моей жизни в прошлом году, когда я искала дешевые билеты в Америку, и, соответственно, по Америке, потому что этот ресурс там распространен, работает прекрасно и ищет нам местные авиакомпании в США. А Киви появился в моей жизни, когда он только зашел на рынок, и у него была куча вообще рекламы во всех социальных сетях. И мне там понравилась одна функция, лететь куда угодно. Мне понравилась там карта, где можно посмотреть, в принципе, разброс цен в разные направления. С тех пор я постоянно пользуюсь Киви. Даже была одна ситуация, когда мне пришлось заплатить двойную сумму за багаж в Америке. Очень отлично отработал сервис поддержки. Через две недели деньги были у меня на счету. Вот такая вот история. Поэтому Киви могу рекомендовать. Даже в сложных ситуациях все прошло отлично. Еще я пользуюсь Скайсканером, Мамондо, TripMyDream, когда мне нужно найти прям везде. Везде нужно искать билет. Очень сильно нужен мне билет и нужен прям по выгодной цене. Дело в том, что все они, в принципе, ищут примерно... Ну, не примерно, они действительно ищут на одних и тех же авиакомпаниях. Но у всех разные алгоритмы. У некоторых есть свои договоренности с авиакомпаниями. Я уверена, там есть какие-то контракты, туда-сюда что-то они там решают. Соответственно, разница на один и тот же маршрут, на одни и те же даты, на разных агрегаторах может быть там от 3 до 10%. Соответственно, нам-то какая разница, через какой сайт покупать. Просто выбираем самый дешевый билет, покупаем и летим себе счастливый в город нашей мечты. Кроме того, что вот у вас есть какой-то агрегатор, который вам нравится по интерфейсу, нравится, как он ищет. И, в принципе, у вас с ним все окей, удобно им пользоваться. Есть некоторые секреты пользования агрегаторами, которые помогут вам найти действительно самый выгодный билет. Первый секрет – это расширенный поиск. Что это значит? Если вам нужно прям в конкретный город, в конкретные даты, он вам не подходит. Если вы просто любитель, путешественник, хотите куда-то слетать, возможно, в первый раз в Европу или куда-то в другие теплые страны, есть для вас расширенный поиск. Вы выбираете откуда. Например, не Киев, а Украина. Кроме того, что вы можете выбрать близлежащие города вылета, вы можете в графе «Куда» выбрать «Везде». И вам покажут самые выгодные направления из вашего города или из близлежащих городов. То есть, если вы, по сути, нигде не были или просто ищите наиболее выгодное предложение для вашего ближайшего отпуска, то это прекрасная возможность найти действительно что-то классное по супер доступной цене. Второй секрет. На всех агрегаторах можно сделать подписку на рассылку по снижению цен. Например, вы выбираете интересующий вас маршрут «Киев-Париж», скажем так, «Лето». И подписывайтесь на снижение цены. То есть, например, в тот день, когда вы ищете это 250 евро, вы нажимаете «Подписаться». И как только где-то в какой-то авиакомпании появятся более подходящие билеты по сниженной цене, вам придет уведомление в приложение или на почту. Очень удобно. Соответственно, если вы прям не привязаны к конкретным датам и вам не нужно срочно купить билет, это отличный вариант, чтобы найти классный билет. Есть еще такая штука. Практически на всех агрегаторах она доступна. Это календарь низких цен. В принципе, я уже немножко затрагивала эту тему в предыдущих пунктах. Что это значит? Вы выбираете примерные даты, там, неделю, плюс-минус пару дней, которые вам нужны, но нажимаете специально такую кнопочку, чтобы вам показали больше, чем эта неделя. Например, будет сетка на месяц, в которой вы будете видеть цены на все даты этого месяца. Соответственно, можете, если есть такая возможность, вспоминать плюс-минус неделю туда-сюда и выбрать самые низкие цены на билеты. И последний, наверное, на сегодня пункт по поводу пользования агрегаторами – это сложный маршрут. Например, вы не хотите ограничиваться одним городом или хотите посмотреть сразу несколько городов и улетать, будь и низ своего изначального пункта назначения. На многих сайтах есть такая функция, где вы можете выбрать точки прилета и, соответственно, простроить весь маршрут. Очень классно вставлять в ваш маршрут города европейские, из которых летают лоукостеры, которые, например, недоступны еще в Украине. Это такие, как Рейнер, Изиджет и так далее. Все, что вам нужно, добраться в ближайшую Варшаву, Будапешт или Братиславу, безэйром или тем же автобусом, если прям совсем у нас эконом вариант, и уже оттуда подбирать классные маршруты, составные через европейские города и другие лоукост компании, которые на данный момент пока недоступны. И напоминаю, что с сентября в Украину собирается еще раз зайти Рейнер. Я надеюсь, что в этот раз у него все получится. И если все будет классно, то с сентября мы можем летать в Берлин, а с ноября в Барселону вообще практически задаром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, колокольчики. Все вот это вот. И до встречи в следующих видео. Пока!